Друзья, всем привет! Привет из солнечной Турции, из солнечной Алании! Сегодня 2023 год, апрель месяц, и мы приехали отдыхать в Турцию, и конкретно мы приехали в отель Arubi Platinum. Значит, свой краткий репортаж я начну, как всегда, с пола. Собственно, вот так выглядит сам пол данной гостиницы. И вообще, сеть этих отелей начинает свое, можно сказать, восхождение с 2014 года. Действительно хорош как внутри, так и снаружи. Ну, опять же, может быть, смотря кому с чем сравнивать. Давайте я сейчас покажу вам, как, собственно, все устроено внутри, чтобы вы все увидели своими глазами. Давайте быстренько пройдем, я вам покажу, как же, собственно, здесь все у нас внутри. Вот так у нас все внутри, собственно, выглядит. Очень красиво. Огромная люстра вас встречает. Все довольно-таки очень красиво. Встречает вас приятный администратор. Кстати, по поводу русского языка вы можете не переживать. Как многие блогеры говорят, вас встретят на русском языке, все вам объяснят, расскажут и покажут, куда идти, где ваши комнаты. В этом плане проблем нет, если вы, например, не разговариваете на каком-то из языков, турецком или английском, или немецком и так далее. Вот такой вот красивый холл. Красивая, еще раз говорю, люстра, орхидеи. Очень довольно-таки красиво. Смотрите, какие большие колонны. Кстати, цветочки живые. Очень приятный аромат в самом холле. Прям, знаете, прям какая-то своя энергетика, своя аура. Здесь, собственно, вечером проходят посиделки. Здесь у нас вот бар. Народа очень много вечером. Шумно проходят мероприятия, концерты. Ну и, собственно, не скучно вечером. Каждый может посидеть и отдохнуть. Давайте пройдем дальше. Посмотрим, что у нас. Вот, собственно, стоечка ресепшена. Вот здесь девушки встречают на русском языке, общаются. И, в принципе, никаких проблем нет. А еще хотел вам показать, хочу вам показать, показать, показать вот такой вот красивый вид. Это когда ты из Хова попадаешь, попадаешь вот в такое красивое место. Тот самый красивейший, красивейший балкон. И ты вот так выходишь, 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 идешь, идешь, идешь. И вот такая вот красота. Смотрите. Ночью вот это все подсвечивается. Все очень красиво. Вид, конечно, здесь шикарный. Что днем, что ночью. И вот сам отель. Вот второй корпус. Короче, друзья, красота. Народ уже загорает. Смотрите. И вот такая вот красивая десятка. Смотрите, очень красиво. Ну что, здесь можно вечерком посидеть, подышать свежим воздухом. И днем тоже. Много-много кресел на любой вкус. Там диванчики. Все для вашего удобства. А вот там, вот там проходят концерты. Музыка. Играет целый вечер. Вообще, красота. Можно прийти, послушать музыку. Конечно, орет дико. Но я думаю, для любителей вечерних посиделок самое-самое то. Ну что, поехали дальше. Пойдем, пойдем посмотрим, что у нас здесь. Вот такой вот красивый холл. Опять же, мне кажется, в Турции очень любят люстры. В какой отель не приедешь, везде огромные красивые люстры. Тебя вот встречать. Огромное количество наград данного отеля. Ну и, собственно, продолжаем нашу экскурсию дальше. Ну, в хвалет мы, надеюсь, заходить не будем. Я думаю, это никому не интересно. А вот в бар мы зайдем. Я вам покажу, как выглядит с этой стороны. Ну, чтобы вы видели, как здесь все красиво. Так, бар мы увидели. Погнали дальше. Что у нас здесь? Games Room. Ух ты. То есть, кто хочет поиграть, пожалуйста, шахматы. Все здесь для вашего удобства. Мы-ка посмотрим, балкон у нас открыт или нет. Опа, вход на балкон у нас открыт. И давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас небольшая сцена, фонтанчики. Ну и, собственно, ничего больше. Давайте пойдем дальше. Посмотрим. Кстати, мы сейчас с вами поднимемся в наш номер. Я вам его покажу. На самом деле номер достаточно такой скромный, без лишнего пафоса. Уже идет уборка номеров. Кстати, вот так выглядят номера. Так, погнали, погнали. Ну что, входим в наш номер. Так, сейчас засуну карточку. И, собственно, погнали. Смотрите, как мы зашли. Здесь у нас ванная достаточно маленькая. По сравнению, опять же, с чем сравнить. Да, ну, сколько я отдыхал в отеле, ванна была достаточно большая. Можно посидеть в ванне. Здесь у нас все, как всегда, принадлежности все есть. Шампуни, средства личной гигиены, полотенца. Все, собственно, есть. Вот такой вот симпатичный у нас столик, где все у нас лежат. Так, значит, дальше вот сама комната. Вот так она выглядит. Здесь у нас, ну, как по мне, маленькая комната. Но двоих вполне себе номер за глаза. Значит, вентилятор. Вот единственное, что мне здесь, конечно, не понравилось, что освещения очень мало. Маленькая такая люстра, маленькие шторы. То есть полностью даже не закрыть, чтобы было все темно полностью. Ну, так мне кажется, достаточно они маленькие. Вот если вы посмотрите, да? То есть достаточно мало, не полностью закрывают окно. Ну и, собственно, выход на дорогу. Да, немножко шумновато. Если вы не любите шум проезжающих автомобилей ночью, то, конечно же, этот номер не для вас. Давайте еще раз вам покажу, как выглядит номер. Вот так все довольно-таки симпатично. Ну, конечно, уже чувствуется, что отель уже достаточно много лет. И он такой весь уже, ну, потихонечку начинается пошарпан. Он становится. Ну, вот видите, там даже срабатывала, по ходу дела, здесь пожарная система. Видите, уже довольно-таки такие потертости есть. Ну, в целом, очень довольно-таки симпатично. Вот такие шкатулки красивые на стене. Смотрите, о, какие красивые. Вот. А так все, как всегда, чисто. В турецких обычаях все аккуратно и ничего лишнего. Ну, опять же, для двоих самое то. В шкафчике все есть, все лежит, с подсветочкой даже. Поэтому вот такой вот у нас номер. Надеюсь, друзья, он вам понравился. Если он вам понравился, напишите, пожалуйста, в комментариях, как он, данный номер. Ну, что, мы вышли из номера. Сейчас пойдем на территорию самого отеля, где сам бассейн. И где все самое интересное. Так, опускаемся вниз. Еще раз хочу вам показать, как же, собственно, выглядит сам отель. И сам третий этаж, где мы остановились. Ну, вот так, собственно, все выглядит. Ну, очень даже красиво. Опять же, кому с чем сравнивать? Кто с чем сравнивает? Ну, что ж, спускаемся вниз. Спускаемся вниз на минус первый этаж. Кстати, по поводу еды, в этом плане здесь вообще проблем нет. Здесь все достаточно, каждый раз вкусно, сытно. И в этом плане вы можете даже не переживать, если вдруг кто-то прям вот любит объедаться. Погнали. Итак, это у нас минус первый этаж. На минус первом этаже находится у нас хамам. Кстати, история платная и бесплатная. Находятся у нас вот так же здесь магазины. 50% скидки. Пола, Катон. И, кстати, коллеги, здесь у нас, собственно, парикмахерская. Куафюр. Хотя, вы знаете, я даже был весьма удивлен. Вон, здесь у нас даже лак-365. Если вы видите, да, я сейчас увеличу. Смотрите, лак-365. Это такое ощущение, как будто кто-то привез его из России. Там 365 дней, что ли, что-то такое. По-моему, у нас в ленте эти лаки стоят. Вот такой вот минус первый этаж. Здесь у нас, собственно, столовая. Он же ресторан. Платинум. Извините, конечно, может, обидел. Сказал столовая. Но, опять же, народу много. Кажется, что столовка. Привык, что в ресторанах довольно-таки мало. А место, поэтому, в Камам прямо. Все магазины, с одной стороны, здесь. Здесь можете купить средства загара. Здесь у нас шубы и прочее, прочее. Здесь у нас бижутерия. Золото, бриллиант, если кому надо. Ну, и, собственно, погнали в сам, собственно, выход на территорию отеля. Здесь у нас встречает, собственно, аквапарк детский. Здесь у нас выход из ресторана на балкон. Здесь у нас, пожалуйста, полотенце, мороженое. Для тех, кто любит, пожалуйста, бассейн. Кстати, бассейн без подогрева. Сразу вам говорю, в это время он довольно-таки прохладный. Апрель месяц, вода холодная. Но народ, собственно, купается. Ну, и погода хорошая за бортом. Плюс 20 градусов. Можно загорать, купаться. И, вот, смотрите, народу очень много. Ну, опять же, смотря, чем сравнивать. Если сравнивать, наверное, когда май месяц, то здесь народу достаточно очень-очень много. Вот так выглядит сам отель. Сейчас я вам покажу. Очень красивый вид. Кстати, хочу вам заметить, вечером вот с этого балкона очень красиво смотрится сам вот этот бассейн и вся вот эта площадка. Очень даже красиво. Ну что ж, погнали дальше, погнали дальше, погнали дальше. На балкон потом мы выйдем с вами. Я вам тоже потом покажу. Детская площадка. Также здесь, пожалуйста, любители коктейлей вам сюда. Любителей отдыхать с детьми вам сюда. Все, собственно, здесь. Ну что, продолжаем нашу обзорную экскурсию. Детский бассейн, фотографы. Так, ну что, поехали дальше. Очень-очень много зелени. Здесь у нас, смотрите, какие красивые пальмы. И, кстати, вот потрясающий вид самого отеля, друзья. Посмотрите, как выглядит сам отель. Так, я уберу. И вот так он выглядит. Посмотрите, какая красота. Такой в белоснежно-голубом оттенке сам отель. Главный, хотел сказать, офис. Главная территория. Значит, вот здесь у нас аквапарк. Главный корпус. И вот такие небольшие четырехэтажные здания. Тоже, тоже еще один корпус отеля. Здесь у нас такой амфитеатр. Здесь проходят концерты, мероприятия, музыка. Красивая арка. Давайте пройдем, загадаем желание, что купил себе этот отель. Вот, смотрите, какая красота. Очень-очень даже красиво. Пошли дальше. Смотрим, что у нас здесь есть еще. Да, кстати, несмотря на то, что сейчас за бортом 20 градусов, не очень жарко. Сразу вам говорю, не очень жарко. На самой территории не чувствуется какой-то, знаете, парилки. Слишком жаркости такой-такой. Нету прям, потому что как будто пекло. Довольно-таки приятно. Обдувает ветерок. И, вы знаете, вот эта двадцаточка, она прям очень хорошо греет. И прохлада. Два в одном. Нету какой-то слишком какой-то такой сумасшедшей жары. Итак, здесь у нас очередной бар для любителей коктейльчиков. Столики. Сейчас мы пойдем с вами к морю. Сегодня, конечно, море потрясающе. Просто офигенные классные волны. Посмотрите, какая тоже территория. Все зелено. Я представляю, когда будет май месяц, июнь, июль, август. Я представляю, здесь, наверное, будет все просто забито людьми. И здесь просто яблоку негде будет упасть, наверное. А мы сейчас приехали в апреле месяце отдохнуть. Ну что, как вам? Посмотрите, какая красота. А вот выход к морю. Ну что, потрясающие волны. Посмотрите, какие они. Красотища. Конечно, не покупаешься. Здесь у нас пирс. Сегодня, видите, из-за того, что сильные волны, все закрыто. К сожалению, пройти туда мы не сможем. Но, в любом случае, я вам покажу всю эту красоту. Здесь тоже, смотрите, тоже много шезлонгов. Можно бежать, отдыхать, загорать. Да, жалко, что вот в этом месте у нас нету песка. Вот, видите, здесь камушки. И, соответственно, здесь особо-то и не покупаешься. Это надо идти в бухту, в которую мы сейчас с вами идем. Но вид потрясающий. Смотрите, какое красивое море. Шумное, конечно, на сегодня. Апрель месяц, наверное, поэтому сегодня у нас так. Ну что, очень даже красиво. Посмотрите, как бушуется море, а? Можно сидеть на берегу и наслаждаться этими красивыми видами. Ну а вот с этой стороны у нас, собственно, та самая бухта, за которой любят данный отель. Вот, здесь у нас, естественно, не так сильно волны бушуют. Здесь довольно-таки спокойная обстановка. По сравнению вот с этой обстановкой. Здесь прям вообще настолько все так бурно, все кипит. Бурлит, кипит. Очень дамы, ох, класс, а, смотрите. На самом деле, здесь есть в этом своя прелесть. Посмотрите, какие волны. Очень все здорово. Ва! Причем, что пару часов назад волны даже были больше. Здесь вот все достаточно было мокро. Вот, и здесь было мокро, вот здесь все, то есть волны были гораздо-гораздо больше. Сейчас довольно-таки более-менее, как бы успокаивается с одной стороны море. Но это так. Только с виду кажется, что успокаивается. Но по факту нет. Ну вот, смотрите. Значит, вот эти места можно также забронировать за отдельную плату. Эти домики. Ну и вот, давайте я вам покажу другую часть отеля. Ну и вот, смотрите, какая красота. Вот это да! Надеюсь, вам нравится. Ну и вот, собственно, тоже территория отеля. Как вы видите, вот здесь тоже люди отдыхают. Достаточно большая пляжная территория. Здесь у нас все так спокойно. Если вы хотите более спокойно отдохнуть, то вам, конечно же, вот сюда. Достаточно много зонтиков. Но я думаю, что летом, когда наступит полный сезон, здесь, конечно, будет просто не протолкнуться. Ну вот такая вот еще раз вам покажу территория. Ну и море. Вот это да! Очень красиво. Вы знаете, в апреле месяце, на удивление, довольно-таки, вроде как бы и прохладно. Но в то же время позагорать можно. Но вот в плане купаться, то вода, я вам могу сказать, довольно-таки, довольно-таки прохладная. Поэтому, если вы любите купаться в плюс 20, то, пожалуйста, можете приезжать также и отдыхать в Руби-Платинум. Кстати, очень такие приятные домики. Надо их будет как-нибудь протестировать тоже, снять один такой домик. Давайте я пройду с другой стороны, чтобы вам показать. И посмотрим, что у нас, как у нас здесь. Вот так выглядят данные домики. Вот пляж отеля, где вот эта сама, собственно, бухта, да? Ну вот, смотрите, все очень довольно-таки аккуратно. Песочек каждый день убирается, все равняется и довольно-таки все убрано. Самое, что интересное, что вот сейчас апрель месяц, если вы не любите, когда много детей, много народу, то в апреле месяце вам, наверное, самое то, сюда приехать. Вот мы сегодня приехали в 23-м году, в апреле, на дворе 5 апреля. Вот, и вот, посмотрите, не так много народу. Тут у нас практически все пусто. Видите, здесь также пусто. И здесь все достаточно пусто. Видите, все достаточно пусто. Но я думаю, что еще чуть-чуть, но потом здесь будет все-все-все забито целиком и полностью. Что касаемо наших с вами людей, очень довольно-таки мало. Кстати, очень парадоксально, но я очень много видел наших номеров в Алании и был удивлен, что народ из Краснодара, кто из Москвы. Короче, очень много наших туристов здесь на машинах. В 23-м году до сих пор я был, конечно, вообще в принципе удивлен, что наши туристы сюда приезжают на машинах. Может быть, они как-то до этого сюда приехали? Напишите об этом в комментариях, если кто знает правильный ответ. Ну что, давайте пройдем еще вот здесь. Я вам тоже покажу. Территория отеля довольно-таки, как всегда, как и принято во всех отелях в Турции, все чисто. Везде есть бары. Без еды вы точно здесь не останетесь. Если вы любите прям поесть, поесть, поесть. Ну или голодными вы точно здесь не будете. Вот так вот выглядит отель Ruby Platinum и его территория. Территория довольно-таки, вы знаете, небольшая, но вполне себе очень даже уютно. И завершаю свой краткий обзор выходом к самому отелю. Вид еще раз на отель и очень красивый вид. То есть, вот видите, мы довольно-таки быстро обошли всю территорию отеля. И я вам ее показал. Хочу показать вам еще одно место, где для любителей фитнеса будет очень полезно это место посетить. Любители фитнеса, готовьтесь. Ваше любимое место. Так, вот здесь такая вот, смотрите, роща, аллея. Смотрите, какая красота. Посмотрите, какая стена. Вообще просто красотища. Смотрите, смотрите. Вообще просто огонь. Насколько это все четко, ровно, идеально. Вау, вау, вау. Круто, круто. Смотрите, какая красота. У Дельфин Империала такого не было. Идешь, птички поют. Кстати, по поводу птиц, то птиц я здесь встречаю почему-то крайне редко. Вот именно вот здесь их огромная концентрация. Так, и смотрите. Здесь у нас, как вы видите, сам, собственно, спортзал. Вот так он выглядит. Вроде какая-то, знаете, маленькое, маленькое такое здание, да, но это как раз таки и есть тот самый спортзал. Вот, тоже очень красивый вид. Здесь у нас детская площадка, как вы видите. Можно оставлять детей. Вообще просто здесь народ развлекается. Вот, и вот сам спортзал. Значит, с 8 утра до 20.00 можете тягать железо. Вот, фитнес-центр. Можете заниматься любимым спортом. Тягать железо. Так, здесь у нас аквапарк. Значит, честно сказать, что в апреле месяце я видел, что народ купается, дети купаются, но я, честно говоря, еще не рискнул. Хотя, безумно люблю аквапарки. Несмотря на то, что мне 38 лет, а я все, люблю кататься здорово. Друзья, вот и подошел к концу наше сегодняшнее путешествие по отелю Ruby Platinum. Надеюсь, оно вам понравилось, так же, как и нам. Если вы были в этом отеле, поделитесь своим отзывом об отеле, как вам здесь понравилось или нет. Ну, а с вами был Дмитрий Каждан. Подписывайтесь на мой канал, смотрите рекомендованные видео по другим отелям. Пока!